Здравствуйте. Здравствуйте. Главный специалист административного заскания. Селиксан, группа «Сбербанк». Информировал вас, что разговор записывается. Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич, вы? Совершенно верно, душа моя. У вас есть просроченная задолжка потребительскому кредиту. 31.10.2016 год в размере 1.14.370 рублей. Просрочка составляет 764 дня. А данную же должность вы как-либо планируете оплачивать? Дорогая моя, душа моя, свет моих очей. Вот мне очень любопытно, как у вас устроенная работа. Если звонит ваша же коллега, со мной разговаривает, я ему обстоятельства дел выкладываю полностью, и на следующий день, вопреки всем законным регламентам, вы продолжаете опять мне название задавать те же самые вопросы. Только не говорите, а что вы там рассказали коллеге? Я вам скажу сам. Хочу узнал, когда она вам звонила. Вчера и позавчера. Вчера я смотрю, она вам звонила. И позавчера. А на основании закона 230-го федерального, сколько раз человеку в неделю можно позвонить, не знали? И сколько же тогда? Только два раза в неделю. Хорошо, тогда давайте удачусь с вами информацию, чтобы вам больше не поступали звонки, и вы оплачиваете тут. Ой, какая я хитруля. Ой, хитруля, хитруля. Давайте, знаете, как сделаем? Я вам тоже, я вам сейчас расскажу. Все-все-все расскажу, чтобы вы... Мне, вы знаете, мне не обидно и не жалко, что вы мне звоните. Я очень веселый, жизнерадостный человек. Более того, я понимаю, что ваша работа достаточно веселая. Вы там единственное, что вы немного не обеспечены информационным фоном и вынуждены вот попадать, как говорится, под пули, так сейчас говорят? Под пули попало. Пью-пью. Ну ладно. Ой, извините, мне иногда... Я такой увлекающийся членатурой. Я, конечно же, я поняла, допустим. Люблю с человеком с любым пообщаться, раз у него такая работа, пускай она где-то... Мы тоже любим пообщаться, давайте пообщаться. Да-да-да-да-да-да. Вот, а я вам так расскажу. У меня сегодня такое настроение, только чтоб еще мне, мои студентки, я вам, ой, ой, расскажу историю, если вы не против. А, да-да-да. Давайте мы поговорим с вами по делу, потом мы говорим. Ой, ой, напомните, как вас зовут, пожалуйста? Анастасия Александровна. Настя. Настя. У меня была, вот сейчас я только что там была, четыре девушки, одна из них Настя была. Ох, огненная Настюшка попала. Так, говорите, поговорим по делу. Да-да-да-да-да-да-да. Извините, вы мне знаете, говорите, Настя, вот если чувствуете, я увлекся, у меня просто такая, я натура такая. Вы мне говорите так. Стоп. Я чувствую, что, да. Стоп, вот так вот. Стоп. И я сожраю, у меня, потому что я, вы знаете, иногда в аудиторию предмет веду какой-нибудь, и говорю, 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 и меня уносит. Пара уже заканчивается, а мне, у меня есть старость, она говорит, стоп, Дмитрий Евгеньевич, стоп. Я, оп, и все. Конечно, это все интересно, но давайте вернемся к делу вопроса. Хорошо, ой, да-да-да. А почему я вам не урубил вопроса? Вы хотели мне рассказать, почему вы не платили, когда вы задолжены. И как вы поняли, что это делали? Дело в том, что на меня банк подал в суд. Сбербанк подал на меня исковое заявление в суд. А там было полтора миллиона рублей, они почему-то решили, хотя это при том, что я платил им, я вам скажу, я взял эти полтора миллиона на опыт определенного образа. Да, я вижу, что вы платили до 15 сентября 2015 года. Да. И зачем вы прекратили оплату в этом году? Да, в нашем государстве вы... Мы поехали, значит, на научную командировку. Научную командировку мы поехали в одну из американских стран. И, естественно, дело, там я воспользоваться хотел ситуацией, и мы, скажу я вам, там очень неплохо для науки, скажем так, поработали. Я, вопреки всем правилам, каюсь, каюсь, начал один эксперимент в тайне от коллег. В тайне от коллег. И как это имеет дело к нашей... Вот, кстати, вот здесь я ниточку держу, как говорится, за конец. Я начал этот эксперимент, чтобы он провалился. Этот эксперимент оказался, собственно говоря, провальный, неудачный. Вот, понимаете, каламбур, чтобы он провалился, и он оказался провальный. И я надеялся очень сильно на этот эксперимент. Я ставил серьезные ставки в том числе и в финансовом плане. Я надеялся, конечно же, исполнять свои обязательства по кредитам. Но эксперимент оказался провальным. Мышка сдохла, что называется, в нашем научных кругах. Ну, или слышали так, это... И сдохла, говорят. И сдохла. Да, да, да. И в итоге я остался не у дел. Более того, я был депортирован, потому что не совсем законный способ эксплуатировал вот этой страны африканской. Я, короче говоря, остался на преподавательской деятельности. И оплачивать кредит вот этот я более не мог. И банк. А как я вам... Короче, я поняла. А вы, я как поняла, вы всю сумму, что ли, потратили? Конечно. На ваш опыт. Все полтора миллиона спустили на один опыт. Да, это вы так говорите, потому что вы человек даете от науки. Что это? Вы знаете, на один опыт спускают миллиарды. Вот я работаю в Колково сейчас, да? Ну... Слышали, какие там инвестиции идут на опыты, на приовальные? Слышала, большие, огромные даже. А вы удивляетесь, полтора миллиона, полтора миллиона. Я не удивляюсь, я уточняю информацию, чтобы не было внешних вопросов, уточняю информацию. Я, конечно, интонацию, значит, неверно понял. Ну, знаете, такая интонация у людей своего плана, да. Да, потому что моя зарплата в 15 тысяч рублей, я тоже удивляюсь. Когда я, типа, миллиона в руках держал, я, ух, меня руки тряслись, я, конечно, каюсь, каюсь, я на девчуль потратил какое-то. Я, ой, я пройдоха тот еще. Я, знаете, вот у меня, они мне зовут, звонят, говорят, Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Евгеньевич, мы нам нужны. А я чувствую в голосе у них баловство. Так вы сейчас планируете оплачивать или нет? А, ой, да, вы забыли слово. Стоп, стоп, да, вы забыли. Стоп, да. Стоп, надо говорить. Ага. И вот, подал на меня банк в суд. Вот. Исказы вас высчитывали. Да, и вы, ну, понимаете, что это заявление, исковое заявление в суд. Я посмотрел, думаю, ну, не, ребят, вы что, бог с вами, бог с вами. Я, наверное, все-таки буду встречный иск писать. Да, встречный иск с требованием расслабления договора. И что, он не прошел? А? Он не прошел? Что, куда? Как это он может не пройти? Иск обязанности. Ну, вы написали, вы приняли риск или нет? Конечно, конечно, сумма долго снизилась. Я по на основании 333... А, чтобы вы понимали, у меня второе образование юридическое. Я кандидат не только химических наук, но я еще и юрист. Я эти все вещи знаю. Хорошо, дальше что? Я написал ходатайство, снижение неустойки на основании 333 статьи. Вот. Мне удовлетворили все. Сумму риска уменьшили в два раза. Теперь 800 тысяч сумма риска. И я и с этим был не согласен, потому что я знаю, как устроена судебная практика. Я написал апелляцию. Мне показалось, мало уменьшили. Я посчитал, я предъявил доказательства, что я действительно выплатил значительную тачку эдита. А, вот. И вот эта апелляция... Так, вы сейчас... Опять, послушайте, дорогая моя, Настенька. Вот, вы такая зима, это та Настенька, которая была вот час назад со мной и еще три. Вот эта Настюша говорит. Быстрее, быстрее, быстрее. Не останавливайся. Не останавливайся. Ой, я вам расскажу, у меня раз в неделю такие куроресы происходят. Девчонки меня обожают. Давайте, Настенька, говорим. Да у вас еще это... А у вас куроресы? У вас куроресы? Да. У вас, у вас, у вас есть парень? Извините, у вас есть парень? Это не относится сейчас к данному вопросу. Ой, я вам скажу. А вы далеко живете от меня? Очень. Так, давайте все-таки займемся квадратом. Ой, я вам рекомендую. Лучше, ну, как я поняла, я сейчас... Я бы вам себя проявил, я бы проявил себя в вашем отношении. Ой, имя Настя, ух, меня уже заводит. Ух, я такой... Ой, я, знаете, мне хоть не сорок четыре года, но я такой, знаете... Ух, пройду, а то ты еще... Ходок! Ходок я, вот. Я вот ни на что не смотрю. Супружница моя уже давным-давно, как говорится, руки опустила. Вот. А, ну и апелляция. Я апелляцию эту подал. У меня ее приняли. Пришло письмо. На священстанции городского... Собластного, да, суда, суда, суда. Да, я вас поняла. Ага. И все. И банк пропал. Препал банк. Я, в свою очередь, обратился в банк и говорю. Здравствуйте, уважаемый Сбербанк. Анатолий Иванович Грефа. По-моему, Анатолий Иванович его зовут? Греф. Грефа как звать? Вы же в этой структуре. Вы группа Сбербанк? Да. Как вашего непосредственного руководителя зовут? Дмитрий Владимирович. И фамилия? Теплицкий. Не-не-не-не, Сбербанка. Вы из Сбербанка звоните? Я же вам в начале разговора сказала. Группа Сбербанк. А при чем здесь Петлицкий какой-то? Вы подождите, кто вы такая? А ну. Так, стоп. Вам еще раз представить. Сам тебе говорю, стоп. Какой такой Петлицкий? Кто руководитель... Головной офис, где Сбербанк? Сейчас же отвечайте мне. Вы кто? Ах, мошенница. Где головной офис Сбербанка находится? Я не мошенница. Адрес где? В Москве. В Москве адрес головного офиса Сбербанка. Вавилова, 19. Вавилова, 19. Фамилия, имя, отчество руководителя. Приседатель управления банка. Сейчас же отвечайте. Я же вам повторяю сейчас. Я же вам только что была. Отвечала. Кто такой Петлицкий? И знать такого не знаю. Генеральный директор. Какой организации? Генеральный директор. Не может быть в ПАО генеральный директор должность. Только председатель правления там может быть. Головной руководитель. Алло. Алло, 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 алло. Куда попала? Ну? Что, не видишь, я слилась? Трюбку бросила? Не ожидали такого кого-то? Ух, Настюша. Ух, попадешься ты мне. Ух, нашлепаю тебя по ягодицам. Ух. Ух. Наверное, страшная, судя по голосу. Как, ух. Как жизнь Гитлера. Ну ладно. И еще, друзья мои. Информация для тех, кто хочет стать под юридическую защиту. Для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары. Для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте. В открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш www.aliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте. Группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены в своем шаге. Для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно, что проходите и вступаете в группу. Там много информации, очень полезная, регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара как законно не платить по кредиту. Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео. Там есть видео обязательно. Тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В активном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно email, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то точечный описание, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки, так называемой аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео, на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите. Очень полезно. Ну и посередине будет кликабельная ссылка, наш логотип, нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Только отправите заявочку, проверьте свою почту. Тут придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. И если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансово благополучие, здоровья и удачи.